Ну вот, здесь перенощуем, с утра позавтракаем, и мы в путь до города Слезянка. А там посмотрим, что будем делать дальше. Так, ну все, срываемся с этого места, 8.13, и мы топаем Слезянку. Ночью был дождь, с утра холодно, так что валим с гор, идем на более теплую часть Байкала. Все, идем. Итак, друзья, ну вот мы спустились с гор, в поселок Слезянку. Прошли где-то порядка 11 километров, ну и еще проехали, по-моему, по самой же Слезянке на маршрутке. Постановки 3-4, маршрут стоит 15 рублей, потому что уже дождь, мы Россия, уже такой, погода была не очень, идти уже особо не хотелось. Так, в общем, мы приехали в кафе КФС местное, так называемое. Взяли пиццу и по кофе. Пицца стоит 336 рублей, кофе стоит 80 рублей. И сейчас мы будем это вскушать, наконец-то, в человеческую еду. Вот тут вот мы только что покушали в этом КФС, жирачка есть такая же, как и в КФС, также есть суши, роллы и пиццы. Было очень вкусно. А сейчас идем на электричку до Култука. Итак, друзья, вот мы на станции Слезянка. Вот этот старый вокзал, он сделан полностью из мрамора, потому что мрамора здесь завались. Ну и что, или билеты до Култука, билет стоит 31 рубль. Поезд плацкартный, а ходит как электричка, видимо, там электричества нет. Ну и купили справочник туриста Кругобайкальской железной дороги. Почитаем. Вот, все. Ну вот мы в поезде до Култука. Ну, собственно, уже подъезжаем к Култуку. Вот такой вот обычный плацкартный вагон. Идет до порта Байкала. Все, мы выходим. Итак, друзья, собственно, памятный знак Кругобайкальской железной дороги. И отсюда мы начнем свой путь по ней до порта Байкала. И, надеюсь, пройдем ее пешком. Маршрут где-то 85 километров. Не знаю, сколько дней у нас это займет, но, надеюсь, дня три уйдет у нас. Ну все, путь. Итак, друзья, вот на нашем пути первый туннель. Небольшой, но первый. Дальше будет больше и глубже. Так что, пойдемте. Дальше будет больше и глубже. Туннель номер два. Встретили ребят из Владивостока. Они сказали, что всего 55 туннелей было. А уцелело 53. Два разрушенных. Ну, мы вам покажем. Туннель номер два. Ну что, друзья, как вы поняли, туннель номер три. А, собственно, сразу за ним село Староангасолка. Вот Староангасолка, собственно, деревня там. И вот старинный мост, которому раньше проходила старая Кругобайкальская железная дорога. А там стоит поезд туристический. Старинный паровоз. Вот этот поезд, паровоз, возит туристов из Иркутска до порта Байкала и обратно. Ну, и останавливается во всяких там местах. Вот, типа этого Староангасолки, что вы его туристы, из которых он возит, могли выйти пофоткать. Итак, друзья, собственно, в этой Староангасолке мы решили остановиться. Снять номер двухместный, чтобы помыться, наконец-таки, не обтираться в горном этом ручье, а именно помыться в теплом душе, но немного постираться. Псовод, наш дом, где мы живем. Так, здесь типа кухонный уголок. Здесь раз комната никого нет, здесь два комнаты никого нету. Стол обеденный, печка, там душ, тут туалет, теплая вода. Ну, собственно, вот наш номер. Купе четырехместный. Ну, это чисто наш будет номер. А за окном Байкал. Так что вот так вот. Обошлось там это 620 человека. Так что очень круто. Так что сегодня мы здесь помоемся, поброемся и переночуем в нормальных условиях, на нормальной кровати. И завтра в путь. Вот так вот выглядит наш домик со стороны. И оп. Байкал. А также в Старой Ангасолке находится культурно-выставочный центр Рериха. Здесь по Кругобайкальской железной дороге проходил его маршрут экспедиция в Азии. Ну, вот здесь вот выставлены его какие-то картины. А сейчас там проходит доступление, концерт народного творчества. Вот там девчонки пляшут. В общем, у нас еще и культурный досуг сегодня. Итак, на нашей кухне готовим ужин. Купили в магазине помидоры, огурцы, яблоки. Даже вон этот апельсин купили. Короче, для салата уже порезано. Три помидоры, два огурца, два яблока, один апельсин и два перца. Обошлось нам 106 рублей. В принципе, вообще нормально. Недорого. Ну, а так вот у нас, собственно, еще салат. А здесь гречи с тушенкой. Знаете, к себе пиво купил. Ну, а я лимонад буратино. Так что вот, приятного аппетита. Краткий итог сегодняшнего дня. Для начала мы проснулись в Дубаке, в горах. Позавтракали и быстро бежали вниз. За два часа мы пробежали 11 километров вниз. Видимо, очень хотелось тепло вниз цивилизацию. Там мы сели на электричку из Слюдянки. Доехали до Култука. И вот по Култуку, от Култука, точнее, по старой Кругобайкальской железной дороге прошли километров 8. Прошли тоже где-то часа за два. И вот встали на наш лек в гостевом домике. Ну, все. Покушали, помылись наконец-таки, постирались немножко. И все. Вот пью горячий чай и будем спать, потому что завтра с утра, ну, как с утра, как проснемся, снова в путь с рюкзаками. Все. Всем удачи.